В Анапской библиотеке Елена Нищедимова работает около 20 лет. В профессию она пошла по стопам мамы, но признается, что выбор был осознанным. Имеет два высших образования, Краснодарский государственный институт культуры окончила с красным дипломом. В детско-юношеской библиотеке ведет дела юридического плана, работает с поисковой системой Гарант, принимает активное участие во всех мероприятиях. По ее словам, попасть в двадцатку лучших библиотекарей страны ей помог весь коллектив. Когда мы писали заявку, мы просто описали работу нашей библиотеки, конкретно мою, за 2016-2017 год, какие у нас здесь реализуются программы, какие мероприятия мы проводим, как мы работаем с детьми, с подростками. Наверное, там оценили и решили, что мы достойны представлять Краснодарский край в финале этого конкурса. В своем проекте Елена Нищедимова вместе с коллегами соединила лучшие разработки последних лет. Яркие мероприятия, оригинальные конкурсы и акции. Ко всему приложили фотографии. Конкурсная комиссия высоко оценила труд анапского библиотекаря, и из пяти губанских претендентов именно она прошла в финал. В краевых конкурсах Елена принимала участие неоднократно. На рабочем месте красуются заслуженные дипломы и грамоты. Ее любят очень читатели. Она очень добрый человек в коллективе. И вообще я считаю, что она настоящий профессиональный современный библиотекарь, который является для многих примером. Благодаря таким увлеченным людям Анапская детско-юношеская библиотека давно перестала быть просто домом книги. Сегодня здесь работают многочисленные кружки и клубы по интересам. Для старшего поколения проводят уроки компьютерной грамотности. Количество зарегистрированных читателей возросло до 18 тысяч, что на 600 человек больше, чем в прошлом году. Сегодня библиотека – это не просто место, где хранятся книги. Это такое учреждение, куда можно прийти, почитать, позаниматься, найти себя в этом месте и провести время с удовольствием, получить новые знания. Голосование продлится до 9 октября. Свой голос за Нопчанку можно отдать на сайте Российской национальной библиотеки в разделе конкурса www.nlr.ru. Пятерка лидеров отправится в Санкт-Петербург, чтобы лично защищать свои проекты. Победитель получит 120 тысяч рублей. По словам Елены, в случае победы она потратит выигрыш на покупку новых книг и развитие библиотеки.